Итак, это вторая часть Amnesty, то есть, не продолжение первой, а вторая часть, вот, видите, машину для свиньей, свиньей, свинь, крюшек. Я забыл, как сказать, короче, для... Ну, короче, вот, первую часть я прошел, Харьок смотрел на мои мучения и пугал меня. И убирал над ним? Да, когда я просил этого не делать. И самое лучшее было вот так вот испугать его. Да, это когда я открывал дверь, он так сделал. Ну, так вот, мы подумали каждого своими, вы можете пополнить, помнить это, потому что, когда мы взяли сочетку, мы назвали Репротто. Потом мы встретили с сорванным ртом, короче, можно говорить, худой путь. Ну, будем... Мы назвали его Наурис. Невидимый, который под водой, мы назвали его Янис. И который вместо руки пила, и там, башка похожа на цветок. Это был Лачплэсис. Если эти имена для вас сложно выговариваемые, сложно произносимые, сложно писуемые, или как правильно говорить, я не знаю, это наши латышские имена. То есть, не наши имена, а вообще, мы же Латвии живем, то есть, латышские имена, мы... Подстроили под нашу тематику. Да, и эти имена я придумывал наобум, когда я их увидел, на кого они были похожи. И самый умный был Лачплэсис. Харёка, я помню. Лачплэсис это эпик. Да, он был самый умный. За всем прохождение первой имнезии я умер за два раза. От Лачплэсиса в первый раз, потому что он был слишком умный. И... Янис тебя порвал. И Янис, когда мы рашили и ступанули, он меня порвал. Порвал моё очко. И мне звонит мама. Подождите. Так, о чём я снылся? Ах, да. Ну, имена вы слышали. Потом мы ещё встретили свинью. Я назвал её Гунтэйсом. Но она была мёртвой. Да, ну... Свинья, Гунтэйс. Но она была мёртвой свинья, мы её кучу раз в кисатопу пускали. И так далее. Посмотрели все три концовки. Я не знаю, их три. Одна хорошая, одна нейтральная, одна плохая. Ну, как... Это именно наша херня. Наша херня. Наш вывод. Ну, давайте начнем новую. Машину... То есть, монстры, которые назывались там, будут и здесь так же называться. Да, и если будет новый монстр, мы назовём их по-новому. Надеюсь, игра не зависла, потому что у меня это... Написано, что она не отвечает. Всё в порядке. Главное... Главное, чтобы она загрузила. Пока что вы видите красивую фотографию сердца. Поприкинь, я прикину сейчас, это не слышно. Ну, а если слышно, то и видите, если вы нажмёте на VSD, то есть тут будет немного по-другому. Вы не будете ходить вперёд-назад, вы будете сердцем контролировать, летающим. То есть, теперь надо играть в игру на геймпаде. Ну, на геймпаде, на джойстике. Есть джойстик, хорошо. Есть джойстик, тебе повезло. Мне кажется, игра зависла, чего. А, нет, всё, окей. Не-не-не-не, просто загрузочки долгие. Ну, первый раз, да, понимаю. То же самое с батутой. И мы видим чёрный экран. И это и вторая часть спустя 60 лет после первой. То есть, там было тысяча. Это так, да. В первой части был 1839, и сейчас мы посмотрим, какой здесь. Это снова Лондон, да? Не помню, мне кажется. Возможно. Сэмюэл Дженсен. Это же такое было, когда ты сам играл в «Амнезию». Что именно? Красный и такое всё. Я не помню. Я тоже не помню. Я играл в её где-то больше полгода назад. Мне подарили, и я как раз на Новый год под хорошее настроение сыграл я. Надеюсь, это не глюк с этим, с освещением. Не, мне кажется, всё нормально. А, видишь? А, всё, всё, да. Нам, как-то, будут походить. Нет. Сейчас тебя затопит кровью, и это будет конец игры. А, блин, спойлер. Извините. Извините, я не хочу... Я нечаянно! Это всё повар. Он сказал вам концовку игры. Всё, всё. Папа, папочка. А теперь ты будешь видеть всё чёрным. Это ещё лучше. Синим. Ну, такой, ну, синий, как синий фильтр, типа. Да. Адамантовый тюлень. Наурис? Да, это Наурис тебе сейчас будет помогать. В прошлый раз он был твоим врагом, сейчас будет твоим союзником. Ну, а кто знает, тут же новые враги будут тоже. Насок я помню, я смотрел, это будет три или четыре новых врага. Почему в клетке мы чё будем за попугая Кешу играть? Свободу попугая! Всё нормально, видишь? Ты снова отрубился. Я слышал, упала бутылка, видимо, я там нажрался. Водяры. Первое сентября! Стековёр такой стильненький, видим. Сразу видно, на 60 лет старше. Да, это место, где снимали плюс 100-500. Я вижу мышку порой, видишь, да, мышка? Сейчас мы играем за ведущего плюс 100-500, это... Макс плюс 100-500. Да, это Макс плюс... Его фамилия плюс 100-500. Я не знаю его настоящую фамилию. Я тоже не знаю. Я плюс 100-500 вообще не смотрю. Я последний раз смотрел, когда он... Вот смотри, что за херня? Ну? У меня порой мышка в эскальке из экрана, то есть я могу... ...какую-то программу. Ну сейчас нет, сейчас всё окей. О, смотри, лист. Новая рука. Почему? Смотри, у меня сверху геймпад показывает. Я его лучше отключу, а? Ну, джойстик. Библия. Смотрите, здесь, в отличие от предыдущей части, вам сразу даёт библию. Да, раньше библия надо было искать. Почему он показывает мне джойстик всё время? О, маска. Молодцы, смотрите, ваша масочка. Я можно надеть? Нет. Блин, мне интересно тогда. Я даже книжки поднять не могу. И теперь была китайская библия. Восемьсот девятый. Это именно запись была. Ну да, ну то есть это сейчас год. Табло тысяча тридцать девятый, это тысяча девятьсот восемьдесят девятый. То есть... Эта запись могла быть просто десять лет назад сделана. Ну, может быть, но смотри, разница всё равно с годом, с первой части, сно отличается. Короче, я её проходил, и я знаю. Ты в конце, ты узнаешь, какой год. Ну, мы типа читаем. Я-то читаю. Кирилл читает, а я просто смотрю на год. Вас буду развлекать. Ну, вы можете поставить на паузу и почитать. А пока что я могу спеть песенку про кровь и крысу. Это потому что первые слова, которые я прочитал здесь, было кровь и крысы. Кровь и кры... Э, блин, ты... Я прочёл. Так, для начала нужно раздобыть фонарь. Это просто я на F нажал. Ну, если человек прочитал, как я разбить фонарь. Да, я... О, Джин! Его не я. Надеюсь, мы на улице так скоро не встретим. Ты чё мне джойстик показывай? Папочка, найди нас! А, на какую кнопку мне туда поважен? На какую кнопку мне их найти? Нет, нет, меню включать на какую кнопку. Инвентарь был на тап, а теперь на что? И мне кажется, должен быть. Вправление. Обскладка. Бежать, присесть, прыгнуть. Движение. Действие. Бросок, вращение. Разное. Журнал. А, да, теперь тебе инвентаря, кажется, не будет. Да, прицел X. M это журнал. Я уже совсем забыл. И G журнал. G! M. Я просыпаюсь. Один. Один. Заполнишь тишиной доме. Отсутствующий звук играющих детей напоминает темную могилку, которая призывает меня спуститься в землю. Туда? Туда, где не видно ничего. Мои дети зовут меня, и я их не брошу. Я не брошу. Да. Он меня позвалит. Да всё, я вообще пукан порву. ПАПОЧКА ПРОСНУЛСА! Щас бери топор. Стол. Стол. Это башка на... Там внизу лампа. Там? Там нет лампы. Везде лампы. Ну, как всегда, они делают так, что мы свое отражение не видели. Ага. Ибо у нас... У нас очень страшная рожа латыша. Ага. Ему очень плохо в этой лампе. А на комнате? А знаешь, что мне больше всего нравится? Почему здесь все шкатулки закрыты на замок? Он боялся детей. Боялся, что они откроют и там... А там... Игрушка для взрослых. А здесь всё закрыто. Но мы хотя бы с самого начала уже бегать умеем. А тому надо было... Почему кровати в этой клетке? Ну, как бы у каждого есть своей склонности. Ну, я так понимаю. Но не Ино. Ну, так... Видимо, он знал, что здесь всякие наурицы ходят. Я позабочусь о них, дорогая. Я тебе обещаю. Взял у всех детей и убил. Короче, клетку дорогой называю. У него точно какие-то фетички. Почему маску поднять не можем? Я хочу её одеть. Если б ты её одел, тебя бы убили. Да? Наурис бы пришёл, бы я тамстил. Нет, не выключай свет, мне страшно. Бумажка? Нельзя поднять. Наурису не нравятся свинюшки? Угу. Поэтому, когда ты взял Гунтиса в руки, он очень обиделся. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ну, напоминаем, что к первой части, там, Гунтис, это свинья, был труп, свиньи. Ну, на кухне. Папа, папа, сюда. Папа, бит. Папа, бит. Папа, бит. Ты менячика испугался. Мячик? О, баскетбол с Наурисом. Баскетбол с Наурисом, урок номер один. Гайды. Так, вот я чуть погромче сделаю. А, то я, например, вообще не слышу. А так, слышишь? Нет, не сказал. Я слышу, а я слышу. Сойдёт. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Науриса нету. Твою мать, кто это был? Это? Это дядя Петя. Нет, это... Новый монстр? Ладно, это уборщик Даниэль из Лондона, например. Вернулся. А! Ты по в портал вошёл, да? Угу. А прикинь, мы сейчас... Нет, я из Лондона. Где я? А, ты слышишь? Да прикинь, мы сейчас играем за Александра, который в портал вошёл в конце первой части. Типа, в его мире теперь. Мм. Надеюсь, самое начало здесь наурисов не будет, да? Надеюсь. Не помню, что ли? Ну, я немножечко помню. Но они спасли на... Но они спали на чердаке, когда были совсем маленькими. Может, они туда спрятались? Я помню, что я настоял на этом, когда направлялся из спальни в кабинет. Подорофить за ним. Представлял своих детей спать на чердаке. Сюда идёт плохой человек. Папа плохой. Да чё везде эти маски свиней? Это мексиканец с усами. Харёк по себе не судит. Что? По себе не судит. Так идёт, тихо. Мишка? Омон, слепас! Итак, папа сказал, что в этом году Рождества не будет, потому что он слишком занят. Да, няня говорит. Няня говорит. Няня говорит. Катя, он так занят. Утром он уходит, пока мы ещё спим. Вечером мы часто засыпаем. Не дождавшись его. В саду мы нашли птицу со сломанным крылом. Он сказал, что птица грязная и ударила её скалкой. Что? Ты такая, папа, посмотри, птица со сломанным крылом. Она грязная, папа. Нет, грязная и ударила её скалкой. Я ничего не понял. Ладно, когда все уснули, мы... Что, ты не знаешь, что такое скалка? Нет, смотри, птица грязная и ударила, птица ударила её скалкой. Кого она ударила и кто птицу ударила? А, няня ударила. А, няня. Она сказала. Когда все уснули, мы пробрались вниз по лестнице, чтобы похоронить её. В саду была свинья. О, Гунтис. Мы слышали, как она сопит. Потом пришёл папа и сказал, чтобы мы быстро шли в дом. Он был в ярости, но, по-моему, он снова плакал. По Наурису? Он по Гунтису плакает. Мы сейчас за её батю играем, получается. Ага. Гунтис это путь. И вот ему... Посмотри, фонарик. Ты видел? Ага, я видел. Не надо называть на паузу. Просто интересно. Мне страшно. Пауза. Ты страха не спасёт. Смотри, дети, а детям на чердаке пилу оставил. Забукливаете? Вообще, да. Класс плейгейм, дети. Твою мать, куда они убежали? Всё нормально, дети хотят поиграть. А! Нет, ну ничего. Не, ну а вдруг? Она же бесконечная вроде, да, теперь? Угу. Я слышу Наурис. Отодвинул старманку. Сам перелезть не могу. Закрыл путь Наурису. Это хорошо, Наурис будет зол. Опять свинячая маска, которую мне уже... Кстати, у неё открыт рот. Да. Она съесть тебя хочет. Толтон наложил верёвку. Папочка, мы прячемся. Я вижу их. Это настоящие дети или призраки? Не знаю. Кто-то качается, я спрячу. Я считаю, что у тебя просто галлюцинации. Господи, это свинья грёбаная. Смотри, как много ящиков. И твои дети по такой местности всё время ходили. И тебе не стыдно, папаша? Нет. Ибо скоро будет Наурис. Я чувствую жопой. Выговори немного цивилизованней. Попой. Хорошо. Я чувствую попкой. Ибо скоро будет Наурис. Тихо! А, теперь на R куклу нельзя шевелить. Ну, оборачивать. Угу. А, смотри. Ты можешь включить граммофон? Какой? Зачем? Я не верю. Я не буду его включать. Ну, а вдруг музычка засвучит? Я хочу услышать музычку. Диджей батл? Там сбоку была крутилка. О! Возьми её покрутить. Типа, твой. Нельзя. Давай соберём. Я думал, тут можно, ну, слово собрать. Почему здесь кровь? Я даже знаю, какие бы ты слова собирал бы. На три буквы? Слов из трёх букв. Ну, лол. Лига легенд. Три же буквы. Да, я именно это и имел в виду. Ну. О, старые добрые двери. Водяра? Это вино. Тоже для детей специально. Всё для детей. Наркодилер Библию оставил. Корейскую. Да блин, это не... Это алкоголь в этом доме. Что с этим домом? Как ты вообще поспорил здесь детям жить? Это типа его кровать, что ли? Или это нянечки? Наверное, нянечки. Мне кажется, мы опять в первую часть никого не встретим, а потом я буду с вами ссаться. Всё нормально. Мы же в первую часть никого не встретили. Ну, я там орал, потому что там были привидения. Да, потому что тебя... Ты подумал, что тебя Наурис по ноге ударил. А, это... Я это не снимал тогда. Короче, был момент, когда я шёл, там такая какая-то... Назвали это вагиной. Вагинальным что-то там... Вагиной, да? Вы помните, тогда ещё говорили об этом. И там, короче, она лопнула, я закричал со всей дурью и крикнул А, Наурис! Ну, короче, подумал, что на него Мастрон напал. Да. Просто это было столько неожиданно, я не заметил эту вагинальную херню. О, снова всякие ганкеры. Генкеры. Айсбакет челлендж. Ээээ... Ну, это твоя жена. Это Гунтис. Подожди, а что там был прицел? Икс. Ну, нифига. Гунтис с собственной персоной. Да. Он ещё, когда он был жив. То есть, мы в прошлом. Ебачки, бумажку с будущего. Назад в будущее 4. Очень приятно. Спасибо. А кто играет на пианино? На сентя... Не пианино, на рояле. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а но тебе нужно научиться не надо, ты так веселее но я зарарал, что тебе еще надо чтоб ты начал утирать смотри, там на картине женщина рожала нет, нет это оргия такой наурит видишь как она она блатная твою мать что телефон ты слышишь где вот великий фрукт оригинал кактус помоги нам все нормально это русский, это русификатор это локализация великий фрукт надо прочесть записку что они там сказали о нет, сначала я прочту эту вот эту вот там, где мы плакивали смерть Лили под оружием, которое бессильно перед ангелами не может вернуть ее с небес поверь за картинами Освальд там же, где когда-то ты подсматривал за ванной дети должно быть обнаружили эти подлинные места и спрятались там банк отказался в кредите отказал в кредите невежественные скоты по ночам когда и дети и слуги спят и не слышат меня я сижу один и плачу любимая, как ты мне сейчас нужна они говорят, что я помогал промотал свое состояние что вложи что вложившись в эти новейшие машины я погубил репутацию семьи что? не стоило остаться мясником? о, пуч что значит две руки по сравнению со множеством других что можно применить бесплатно без устали обеспосабливая механизмы ткацки станков и мельниц но если банк не пойдет навстречу всему наступит конец пусть только придут ко мне домой клянусь, я убью их убью их всех возьму свое ружье ружье и короче и своим хуком их притянет везде один и колголь о библия то есть он бухает и библию считает ну и ты мы знаем, что ты очень чувствительный человек когда никого не отплачешь вот откуда вы все знаете заодно из картин я тебе могу признаться где все находится откуда где ружье 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 что-то подозрит теперь она где открылась теперь она где открылась оу такой наурис тихо твою мать ну что твои дети бегают ты что своих детей болишься и там наурис такой сейчас папа помоги нам о рычаг сейчас их мясорубки папа ну это картина зеркало ну да а так что что я сделал лучше тихо смотри ванная Как это было? Немалейшего понятия о чем ты Ну там где чувак готовит И ломает все майонез Как называется, не помню Ordinary Swedish Me Epic Meal Time Вот Epic Meal Time Шведский Epic Meal Time Эй, я сюда пришел Все день не открывается Ах ты, Лол Наурис? Вот как тут все работает, а? А? У меня ребенок, о господи Почему здесь землетрясение? Каждую гребаную часть землетрясения Мне кажется, ты в Японии на самом деле, а не в Лондоне Да, но он сказал, что я просто, что я из Лондона Давай, твои дети, наверное, туда пошли Какашка Банкет в честь Лили Мы закрепим тот большой Портубок Над камином И во всем мир И вычистить весь этот бред Из твоего грязного сердца И музычка такая успокаивающая Успокаивающая Это у тебя такой прекрасный голос Ты себя так успокаиваешь Я так Ваню пою Я бы хотел бы это увидеть Ладно, услышать, услышать У нас остается Ну нет, ведь ты сказал первое Вот что-то подозрительное сказали про шифт Ты так не гадаешь? Чтобы бежать, да? Вовремя сказали, типа Ну, то есть предупредили, типа, да? Кстати, у нас еще не так много времени, чувак Сколько? Ну, минуты три Сюда, папа Сюда, папа Посмотри Интересно, на что ты должен посмотреть Слушай, невозвращаемые фантазии То есть, ну, невозвращаемые Возвращаем за мной Я чуть на паузу не нажал Ну молодец, что ты не жмешь Мой саписинник говорил так, будто знает меня И я сам вроде бы воспоминаю его Вспоминаю Мы как безнецы Озвученные после рождения Наши звуки непостижимо переплетены Я будто утопающий Пытаюсь Выплыть на поверхность в собственном доме Во тьме подо мной я знаю Скрыта великолепная архитектура Мне надо лишь отыскать вход Ок Ок В этой части двери открыты большие Может быть Как всегда нет Я ненавижу он найти Кстати, что там? Справа Не испугал Взял О белье О белье Мне нравится длинные тоннели, да? Ха-ха-ха Ну ты чёртен Потому что они могут закончиться и сжиматься А если... Я не знаю, мой дорогой человек Ты смотришь ужасно Да Я... Я, кажется, что я купил что-то довольно ужасное в Мексике О, Мексике Я не знаю, что ты через это Несенний человек бы не упал Но ты... Ты сделала все это Ваша большая фактика Ваши зарплаты Это чудесное Для одного человека Это все будет понятно, профессор Но сначала Дима Бухари Посмотри, второй проход Там тоже куча тоннелей О, смотри, и там дверь Много дверей? Они все закрыты Что? Они все закрыты на замок Печаль Ой, ёпт Кого он тут уже убил? Няньку, что ли? Мне кажется, это гонти сараф Когда его вырезали, да? Хе-хе-хе-хе-хе Чьи-хе-хе Чьи-хе-хе-хе-хе Мне все больше и больше эта игра Нравится Почему так много туннелей? Я не доверяю туннелям Идет всем доверять Посмотри, как тут светло Те меня хотя бы не глючит На его и даже тяноте нет Сати, мне кажется, или у тебя рукава волосатий Чем у первого персонажа Да Более, больше дрочат Мне кажется, нам сюда Мне тоже так кажется Ну пошли Так кто-то ходит Зайди и пусть бегемот Бегемот Муравьеды Гунтис Гарри Поттера сова Что там еще есть? Не помню Кто это? Из животных? Тут не написано Это мне кажется, ты Может быть, ты? О! Индивитик О, смотри, там маска была Да После вечеринки она взяла меня за руку и сказала Ну, дорогой, как тебе удалось так быстро добраться до торфейной комнаты До гостевой ванны Тебе все считают волшебником, моя дорогая Лилибет В доме моего отца много комнат, что до моего То в нем есть даже секретные комнаты Вообще объяснил, как боженька Вон маска снова Вот генкеры Влад, собака бедная Собаку пытается пристрелить Что-то надо делать с медведем Нет, я не хочу туда Так закрылась Ненавязчиво Я лучше пойду в тот длинный туннель Да, там их много Ты им доверял? Да Улица? Нет Нет Так выбери что в жасе, длинный туннель или улица? Улица В туннель хотя бы свет есть, да? А вы знаете, что? Прямо подошло к концу Ну может быть мы еще одну снимем, я не знаю Ну на этом пока все Подпишитесь на канал, всем пока До свидания